Музыка Дорогие дамы и господа и добро пожаловать на мой канал на 133 уже видеовыпуск И сегодня мы уже закончим нашу серию музеев, походов в музеев До весны И сегодня мы пойдем в последний музей в Латвии Он называется железнодорожный И посмотрим на всякие исторические латвийские поезда Это будет очень интересно Потому что я изучал эту тему очень хорошо Тем более я смотрел в ютубе про историю поездов в Латвии И там даже будет, представляете, обычная железная дорога Ну, макет железной дороги И мы посмотрим на ездущий поезд Поезды Посмотрим, как они выглядят И все это как со стороны выглядит И мы будем продолжать изучать Латвию Вы можете представить это Будет очень интересно сегодня Также покатаемся на поезде Это для инвалидов Это бесплатный вход полностью И на поезде там 2 евро стоит Я думаю, что у нас все получится сегодня У нас будет удивительная прогулка, проездка Так что давайте усаживайтесь подобно И начинаем Вот, дорогие дамы и господа Мы сегодня с вами пришли в кафешку Ну, салу, просто, как я вам рассказал Сегодня вообще, вот, сегодняшняя неделя В Латвии начинается патриотическая неделя Что это значит? Что по всему городу будут развешаны Всякие разные украшения, латвийские флажки Потому что 18 ноября, в эту субботу Будет у нас День независимости Латвии Из-за этого город наряжается красиво И сегодня я вам это все продемонстрирую на примере А сейчас мы с вами поправляемся к Есбурге Чтобы подкрепиться Вот через День независимости Латвии Лучше поставили такой красивый крестик Это латышский орнамент такой называется Как вы можете видеть здесь Новая экспозиция новых картин Посмотрите, какая-то четкая картинка Вот О, видите, как все выглядит Походим, посмотрим Это выстрочный зал Правда, закрытый вход Вот здесь, видите, ленточка Ограничивает пространство А вот это вот Кришьян Блауман Есть вот эта фотография, которая черно-белая Прикольно В честь него еще названа быть в Латвии Улица Зла у меня ела О, что? И вот тут еще освещение дополнительное есть Если ночью идет какая-то там, не знаю Экспозиция То включает свет, освещение еще Вот это Как вы можете видеть, я сейчас в латышском Хейнсбургере Вот реклама на латышском Хейнсбургере Так что И вот я такой Хейнсбургер купил Колу И картошку фри Вот можно брать и есть Вот она так вот выглядит Прикольно, правда? Вот такой интерьер Хейнсбургер Ну вот мы наконец-то с вами дошли до нашей цели И сегодня мы начинаем смотреть Латвийский железнодорожный музей Вот это вот вагонетка такая Посмотрите, как она выглядит Очень интересно И вот здесь вот есть еще Для людей с ограниченными возможностями То есть можно подниматься как по горке Поэтому я смогу спокойно вам объяснять Вот это вот рычаг был За рычаг подергали И вагонетка шла вперед Это было очень интересно Обычно Таким образом люди передвигались по железной дороге Очень часто так происходило Вот еще чемоданы советские Посмотрите, как классно Вот сейчас пойдем посмотрим Что у нас тут есть еще Вот еще есть такая вот вагонетка Точнее это экскурсионный вагончик такой Ну типа вагончика Сюда люди садились И можно было ехать спокойно А это железная дорога Выглядела раньше Это в Латвии так До времена Советского Союза еще Видите, здесь все экспонаты Как бы они очень старые Не смотря на их возраст Можно посмотреть Очень здорово Вот еще одно сооружение И еще здесь указан такой оазис Как бы Ладно, сейчас Вот это специальные такие фонари Для Ну, водители паровозов Такими пользовались Когда обычно они Ночью садились В свой поезд Короче, зажигали такую лампочку Или это свечка Вообще, я не знаю Но суть остается в том Что с помощью таких фонарей Они освещали дорогу И могли спокойно добраться До определенного места То есть им не мешала Никакая темнота Поскольку грузы Раньше перевозились Так же и ночью Это было очень Ну, такая В такое время Очень маленькая, короткая И из-за этого Вот такие вот еще светильники Посмотрите Это еще на керосине Такие лампочки огромные Красные Посмотрите Они имеют разную форму Очень интересно, кстати И вот еще чемоданы советские Но это прикольно Вообще-то изображение Как в Латвии выглядели поезда Вот можно увидеть Посмотреть Расглядеть Вот это из картона Такой миниатюрный поезд Такой миниатюрный поезд И вот здесь еще Есть какие-то советские фотографии Сделанные Вот посмотрите Это советский состав Наверняка И вот здесь Вот еще надписи Над каждым Это вот так вот Депо выглядело Наверное В Латвии Интересные фотографии Посмотреть можно А вот это вот игра Еще называется Горки-лестницы Только это Железнодорожная игра Такая очень интересная В детстве Такая же игра была Кстати Мат Там где вы можете Кофе спокойно купить Цены как бы Они не кусаются Здесь Ну большие конечно Но А вы не Тея Например Это малиновый Малиновый чай 80-90 Ну Обычный автомат Вот сейчас Можете видеть Смотрите Модель Как поезда И По железной дороге Это правда Платная услуга Но Меня сделали Исключение Из правил Я бесплатно Смотрите Как классно Уже приехал Как бы Это То есть Круг он делает Или Сколько Абвены Абвены Вот Сейчас уже Другой Это грузовой Да Там нефть Наверное Что-то Такое Прикольное Что Это советская Такая Трасса Это В Советском Союзе Сделана Да Дорога Это Да Или это В наши дни Ага Ух ты А он Здесь гудеть Может Нет А если Я пойду На улицу Тогда мне Покажут Как Выглядел Ну Поезд Раньше Я вот видел В ютубе Последний Это Последний Да Или А что Это Гудит А Переезд Ой Он дымится Даже Посмотри Как прикольно Вот это Да О Видите Дымится Еще Прикольно Вот Еще Локомотив Это Латышин Называется Локомотив Поезд То есть Лилценз Вообще По-латышски Вот Видите Как Латвия Выглядел Жалко Что Мы Не можем Попасть Внутрь Потому Что Управление Вот Так Вот Выглядел Прикольно Правда Здесь Вот Еще Экспонаты Интересные Вот Еще А Тут Макеты Такие Пластмассовые Посмотрите Советские Круто Вот Еще Чемоданы Это Прикольно Сделано Здесь Еще Мультик Для Маленьких Поставили Интересно Вот Это Старые Газеты А Вот Это Настоящие Представляете Форма Как У стюардессов Вагонов Ожарных Была Была Раньше В советское Время Смотрите И сейчас Она До сих пор Осталась Вот Это Настоящий Пульт Провавления Железной Дороги Вот Так Как он Советское Время Выглядел На латышском Языке Здесь Все Написано Ух ты Круто Можно Правда Нажимать Здесь Нельзя Но Подтыркать Можно Ничего И вот Здесь Еще Каждая Штучка Она Переключается И вот Тут Фильм Еще На латышском Музыке Показывается Могли бы Сделать На английском Конечно А вот Это Вот А А вот Это В советское Время Это В наше Время Деваются Вагоны Нажатые Интересно Нет Вот Это Устройство Все Сейчас Покажу Для вагона Вот Это Ящик Такое Щита Железную Дорогу Включает Латвия Для переключателей Всяких Вот Эту Историю Наверное Тоже Рассказывает Не трогать Картинка Как Выглядели Раньше На поезде Люди В такой Форме Красиво Посмотрите Вот Так Они еще Выглядели В советское Время Класс Крыса Посмотрите Шапочкой Здорово Сделано Вот Это Телефон Такой Советский Типа Тут Человек Сидит И На телефон Отвечает Вот Шапка Прикольная Посмотрите Это Я В шапке Это Можно Ее Брать Примеривать Потому Что У меня Мозг Слишком Большой У меня Она Не лезет Посмотрите Как Классная Выгляжа Вот Это Какая Система Подачи Сигнал Для Поездов Вот Так На советское Время Выглядело Интересно Вот Это Макеты Как Раньше Вагоновожатые В каких Квартирах Жили Прикольно И Вот Тут Человек Отвалить Классно Изобразили Вообще У меня Раньше Когда-то Моей Мам Был Такой Домик Картон И Детский Картон И Пластмасс Вот Еще Здесь Может На Историю Какую Посмотреть Не знаю Так вот Раньше В советское Время Диспетчерская Выглядела Здесь Можно Как бы Вот Тим Проводком Если Подсоедините К разной Дырочке Ставите Тогда Можно Услышать Разные Голоса И Покрутить Даже За ручку И тогда Будет Сигнал Классный Классно Сделан Так вот Начальник Сидел Вот В такой В Латвии Комнате И руководил Вагонами Посмотрите Видите Мебель советская И кот Еще на голове Чем это Сделали Я вообще Не понимаю Прикольно Вообще Это вот Буфет Так вот Выглядел В советское Время Здесь Можно было Фрукты Продукты Всякие Купить Интересные Тортики Красиво Столовая Выглядит Так Таким Вот Образом Я нажал На кнопку И крыша Поднимается Прикольно Сделано Я могу Посмотреть Теперь Что внутри Находится Депо Видите Стация Спрекшник Телефон Телефонный Кабинет Сейчас Наверное Будет Цветом Отделяться Или нет Не знаю В общем Киоск А То есть Вот Нажимаю И он Показывает Свет Где Что Находится Вот Это У нас Стация Вот Здесь Начальник Сидел Ну Это Короче Вы Видели Вот Так Выглядели Старинные Часы У нас Точно Такие Домы Стояли Раньше На Лачпуши На Первой Квартире Там Где Мы Жили Вот Мы Сейчас С вами На Улице И Вы Можете Увидеть Как Вагоны Выглядели Раньше Это Грузовой Вагончик Который Прикрепляется Еще К Одному Вагону Вот Это Локомотив Поезд Вы Можете Видеть Вот Как Провозик Выглядит Если К Нему Близко Подойти Вы Только Можете Представить Какой Он Длинный Офигенный Просто Это Груз Здесь Он Перевозит Людей Как Вы Можете Видите Как Советское Время Они Отличались Где Грузовой А где Пассажирский Как Говорится Тут Пассажирский Видите Здесь Раньше Лестница Такая Стояла Но Она Вырвана И Проржавела Все Здесь Интересно А внутрь Зайти Можно Сейчас Посмотрим Это Латышский Советский Вагон Вагон Строительный У нас Очень Большой Завод Раньше Был Он Короче Очень Много Идея Он До сих пор Работает Правда Там Меньше Правда Людей Работает После Развала Советского Союза Он Больше Не Работает Но Выпускает Завод Сейчас Классные Это Поезда И Кстати Даже У них Есть Контракт С Испанией И Сейчас С Испанией Вместе Сотрудничают И Выпускают Свои Вагоны Еще Решение По Такие Вагонетки Не Вагонетки А Точнее Такое Специальное Устройство Признаначено Чтобы съездить В магазин Видите Корзиночка Даже Это В нашей Сделанная Или В советское Время Видите Краска Она Проржавела Немножко А вот Еще Вагон Который Добывает Уголь То есть Это Специально Для угля Сделано Такое Приспособление Вот сюда В такую Чашу Вкладывался Уголь Раньше И Специальный Вагончик Заносился И После этого Вагончик Отправлялся На Фабрику Там Где Уголь Брали Собирали И так Обмен Между Странами Был Интересный И Вот Еще Синький Такой Вагончик Красивый Очень Цвет Очень Красивый Вот Как вы Можете Видеть ТМ Видите По русским Русским Буквам Даже Написано ТМ2 Вот Посмотрим И Вагончики Советские О Это Домик Переносной Здесь Наверное Кухонька Есть Все Что Угодно Кстати В России Я очень Много Раз Видел Что Люди Просто Живут Вагонах Вот Таких Типа Того Потому Что Жить Им Негде Где нибудь Там Не знаю Вагон Стоит Такой Заброшенный Они Туда Залезают И Живут Там Чтобы Не Главное Не платить За Электричество Ни за Что Живешь Себе При Пиа И Крышин Головой Всегда Есть Вот Вот Это Для Нефти Или Чего То Там Дальше Которые Идут Дальше Нельзя Как здесь Так вот Выглядел Раньше Латвийский Советский Т 30 36 Это Здесь Написано СССР Как вы можете Видеть Латвийский Железная Дорога Вот Я скажу Железная Дорога СССР Так вот Он Выглядел Мне нравятся Лично Новые Поезда Старые Не Прожавевшие Некрасивые В любом Случа Самая Изюминка Поезда Жалко Что Здесь Нельзя Запустить И Показать Как он Едет А в Ютубе Я это Видел Его Запускали Короче Здесь Он С помощью Угля Едет Специально В печку Специально Топит И Благодаря Этому Пара Вас Едет Благодаря Углю Поэтому Поскольку У Латышей Есть Ну Вот Это Патриотическая Неделя Как вы Можете Видеть Мы Сейчас Латвийской Национальной Библиотеке И Вот Такой Флаг Короче Все Этажи Повесили Латыши Потому Что В субботу Будет День Независимости Латвии Так Вот Он Выглядит Библиотека Красивая Очень Здесь Всякие Разные Мероприятия Ну То Есть Штуки Есть Даже Конференц Зал Это Я уже Показываю О Еще Раз Покажу Красиво Как Вы Можете Видеть Вот Здесь Даже Специальная Комната Есть Для Библиотеки Специальная Сделана Такая Небольшая Специальная Лупа Она Предназначена Чтобы Увеличивать Текст Как Можете Видеть Это Интересно Очень Сделано И Здесь Еще Принтер Специально Для Печатания На Языке Брали Сделан То Чтобы Люди Могли Обычный Текст Переконвертировать В Брали Текст Вот Вот Такие Даже Комната Есть Специальная Колонки Специальные Сделаны Чтобы Людям С плохим Слухом Могли Громче Слышать Только Вот Такой Комнате Есть Вот Это У нас Настоящая На рынке Коллекция Янтаря Вот Можете Посмотреть В Латвии Очень популярный Янтарь Янтарная Тема И Здесь Бусы Из янтаря Все Из янтаря И Вот Такие Цены На Центральном Рынке Подаются Вы Можете Видеть Товары Здесь Прикольные Посвященные Янтарю Посмотрите Фигурки Какие Классные Дарят Вообще В Латвию Добывается Легко Потому что У нас Балтийское Море Драгоценные Камочки Вот Можно Посмотрите Еще С помощью Янтаря Лечат Файори У нас А вот Какие Можно Это Какой Мех Овчина Что Еще Овчина Из овчины Такие Телогреки Или Что Это Жилеты Продаются Видите Здесь Написано Зетис По-латышски Носки И Здесь Написано Ражево Вот Это Носки И Здесь Написано Они Произведены В Атве Видите Какие Еще Из товара Из Станишки Прикольно Как везде И Варежки Вау Палат Ой Валеньки А сколько Валеньки Стоит И 5,7 И 5,7 Да 5 евро Вот Они Теплые Да Из Какого Овчина Да Стоит Диск Диск Шар Да Вот Посмотрите Какой Красивый Шарик Он Еще Издает Такие Вот Блики Это Диско Шар Называется О Прикольно Выглядит Здесь Еще Товары Можно На рынке Купить Такие Интересные Вот Еще Тут По Мелочевке О Видите Молмастеры Там Или Что-то Такое Скотчи Всякие Вот Это Курки Коке Кожаные Вот Вы Можете Видеть Это Вот Продаются Здесь Все Выход Здесь Написано Написано Кошли Не надо Снимать Так И вот Еще Есть Товар Такое Ночи Вот Посмотрите Еще Продавец Такой Интересный Продавца Не надо Снимать Продавца Не надо Снимать Вот А что Вы не хотите Стать Звездой Нет Я не хочу Стать Звездой Вот Видите Это вот эти Канны Да Сколько он стоит 2 евро Маленький Кадлик будет Потому что Ну ничего Зато Вы прославитесь А сколько Будильники Такие стоят 3 евро 3 евро А ну Практически Как у нас В салоспилсе Киломакс Вот Какие Вот Посмотрите Какие Гирлянды Тут И всего 3,50 Стоит 2,50 Ой Здорово А небольшие Проводы Большой По 3,50 8 метров 2,55 То есть На елку Можно повесить На маленькую Только на маленькую К сожалению Да Нет Почему Я от меня Не хорошо Вот Прусики Еще продаются Такие вот Интересно Вот это у нас Короче Тоже Инициалы Здесь есть Вот На Министерстве Сообщения Видите Тоже Плажок Вылежен Потому что У Латвии Скоро Будет Независимости И поэтому Латвия Готовится К этому Празднику Мы Скоро Тоже С вами Увидим Динзен Слист Очень легко Здравствуйте Вот И теперь Вот Вы можете Увидеть Вот Здесь Есть Такой Магазинчик На Центральном Рынке Здесь Вы можете На любой Вкус Подобрать Любую Игрушку И поиграть У себя Дом Они стоят Цены Разные Достаточно Расскажите Про Цены Цены У нас Разные В принципе Есть Бывочные Есть Новые Можно Меняться Это У нас Такая Фишка Можно Меняться Да То есть Легко То есть Я могу Купить Игру Потом Поиграть И потом Вам Вернуть Да Получается Что вы Приносите Мы даем Вам Скидку За скидку Вы отнимаете От реальной Цены И доплачиваете Сколько Там надо А инвалидам Будет Скидка Можно Устроить Инвалидам Скидку У меня Вторая Группа То есть Все Возможно Все Возможно Да Спасибо вам Большое А как Вас зовут Я Максим Максим Понятно Прият ночи Итак Сейчас С вами Латвия Прощается На недолгое Время Потому что Мы уже Все Заканчиваем С вами Серию Музеев В Латвии Потому что Больше я не пойду В музей Никакой А со следующего Видео Мы уже Посмотрим С вами Пойдем На военный Парад В честь Независимости Латвии И посмотрим Его вживую Я имею ввиду Я буду снимать На свою Видеокамеру Настоящий Военный Парад И я думаю Что вам Он очень Понравится И покажу Настоящее Лазерное Шоу В Латвии Будет Специальная Лазерная Установка Которая Будет Показывать Интересный Рассказ На латышском Языке И я буду Переводить Все слова Которые Там будут Говориться Потому что Диктор Будет Говорить Очень медленно И Будет Очень Понятно Слышно Что Диктор Говорит И на русский Языч Я переведу И музыка Очень громкая В этот день И Будет Много Концертов Мы короче Посмотрим Как латыши Празднуют День зависимости И в конце Будет Праздничный Музыкальный Салют Это мы тоже Увидим В следующий раз А сегодня Мы с вами Посмотрели На центральный Рынок Походили по нему И Увидели Много чего Интересного В музее Железнодорожном И я думаю Что Он тоже Очень понравился Если Кто живет В Латвии Тот Может его Посетить Лично Посмотреть Или Кто вообще Хочет Планирует В Латвию Приехать Погостить Я Советую Всем его Посетить Потому что Там очень Интересно Особенно Железная Дорога Ну Электрическая Мне очень Понравилась Ну До скорой встречи